всем привет и так как вы видите новая игра начинается с фоллаутом я решил завязать первое это решил завязать а второе почему решил завязать ну как минимум потому что фоллаут меня уже задолбал но я думаю задолбал он и вас ну и как бы немного сменится формат я надеюсь качество улучшится подачи материала так как дочитав эту книгу а эту книгу это совершенный кодности в макконе я думаю можно найти еще массу полезных и хороших книг которые можно вот слушать вот так вот на фоне на фоне что изменится ну записывать аудио я буду отдельно видео игры отдельно ну и у меня появилась возможность теперь это все так сказать монтажировать то есть использовать монтаж рендеринг использовать какие-то программы для монтажа видео до этого возможность было но у меня был очень плохенький старенький ноутбук ну как а и 7 там было четыре ядра но это одиннадцатого года модель в общем там винчестер уже скрипел хрипел короче видеокарта не очень и производить монтаж видео это занятие очень долгое и времени у меня на это не было теперь времени у меня опять-таки нету но у меня появился нормальный я прикупил для работы ноутбук и теперь все будет отлично короче 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 если в книге будут примеры кода то они будут появляться в видео и я буду говорить внимание на экран потому что вы можете запускать это видео там на втором мониторе или на фоне и слушать к примеру да так вот когда я говорю внимание на экран то тогда смотрите там будут примеры кода ну что ж а сейчас мы продолжим и продолжим с головы то есть даже не продолжим а начнем с главы 24 которая называется рефакторинг итак начнем ну и начинается так не начинается давайте содержание этой главы виды эволюции программного обеспечения введение в рефакторинг отдельные виды рефакторинга безопасный рефакторинг стратегии стратегии рефакторинга миф в начале реализации программного проекта проводится методичная выработка требований и составляется устойчивый список аспектов ответственности программы проектирование соответствует требованиям и выполняется со всей тщательностью благодаря чему кодирование от начала до конца протекает линейно вы пишите код тестируете его и оставляете в покое согласно этому мифу значительные изменения кода возможны только при сопровождении программного обеспечения то есть после выпуска первоначальной версии программы или системы реальность во время разработки первоначальной версии системы в код вносятся значительные изменения многие из изменений во время кодирования не менее масштабны чем изменения характерные для стадии сопровождения программы в зависимости от размера проекта от размера проекта кодирование отладка и блочное тестирование обычно составляет от 30 до 65 процентов общего объема работы над проектом если бы кодирование и блочное тестирование были линейными однократными процессами они составляли бы не более 20-30 процентов общего объема работы однако даже в хорошо управляемых проектах требования изменяются примерно на 1-4 процента в месяц изменение требований неизбежно приводит к изменениям кода и и порой весьма существенным другая реальность современные методики разработки предполагают больший масштаб изменений кодом во время конструирования целью более старых методиков было предотвращение изменений кода современные подходы снижают предсказуемость кодирования они в большей степени ориентированы на код поэтому вы вполне можете ожидать что на протяжении жизненного цикла проекта код будет изменяться сильнее чем когда бы то ни было виды эволюции программного обеспечения эволюция программного обеспечения похожа на биологическую эволюцию тем что лишь немногие мутации выгодны при здоровой эволюции кода его развитие напоминает превращение обезьян в неандертальцев а неандертальцев программистов которые как известно являются самыми высокоразвитыми существами на земле однако эволюционные силы проявляют себя иным образом ввергая программу в спираль деградации главное различие между видами эволюции программы в том повышается или снижается и и качество в результате изменений если при исправлении ошибок вы опираетесь на суеверие и устраняете лишь симптомы проблем качество снижает если же вы рассматриваете изменения как возможности улучшить первоначальный проект программы то повышается при снижении качества программа начинает походить на молчащую канарейку в шахте это знак того что программа развивается в неверном направлении характер эволюции программы зависит и от того когда в нее вносятся изменения во время конструирования или во время сопровождения изменения во время конструирования обычно вносят первоначальные разработчики которые еще хорошо помнят код программы система еще не используется поэтому программисты испытывают давление только со стороны графика разработки а не сотен сердитых пользователей возмущенных неработоспособностью системы по той же причине изменения во время конструирования можно вносить более свободно система находится в более динамичном состоянии а следствие ошибок менее серьезно из этого следует что во время разработки программного обеспечения эволюционирует не так во время разработки программное обеспечение эволюционирует не так как при сопровождении слабость многих подходов к эволюции программного обеспечения объясняется тем что она опускается на самотек осознав что эволюция программного обеспечения во время его разработки неизбежный и важный процесс и спланировав его вы можете извлечь из него выгоду эволюция заключает в себе и опасность и возможность приближения к совершенству при необходимости изменение кода старайтесь улучшить его чтобы облегчить внесение изменений в будущем в процессе написания программы вы всегда узнаете о ней что-то новое получив возможность изменения программы используйте то что вы уже узнали для ее улучшения пишите первоначальный код и изменяйте держа в уме дальнейшие изменения главное правило эволюции программного обеспечения состоит в том что эволюция должна повышать внутреннее качество программы о том как этого добиться мы мы познакомимся в следующих разделах и так введение рефакторинг важнейшей стратегии достижения цели главного правила эволюции программного обеспечения является рефакторинг который мартин фаулер определяет как изменение внутренней структуры программного обеспечения без изменения его наблюдаемого поведения призванное облегчить его понимание и удешевить модификацию слово рефакторинг возникло из слова факторинг который изначально использовал в контексте структурного программирования лари константайн называвший так максимально возможную декомпозицию программы на составляющие части так разумные причины выполнения рефакторинга иногда код деградирует при сопровождении а иногда он имеет изначально имеет невысокое качество в обоих случаях на это и на необходимость рефакторинга указывают некоторые предупреждающие знаки иногда называемые мы и запахами и они описаны ниже код повторяется повторение кода почти всегда говорит о неполной факторизации системы на этапе проектирования повторение кода заставляет параллельно изменять сразу несколько фрагментов программы и нарушает правило которое эндрю хант и дэйв томас назвали принципом dry don't repeat yourself не повторяйтесь думаю лучше всех это правило сформулировал дэвид парнас или парнас копирование и вставка кода следствие ошибки проектирования метод слишком велик в объектно ориентированном программировании методы не умещающиеся на экране монитора требуются редко и обычно свидетельствуют о попытке насильно втиснуть ногу структурного программирования в объектно ориентированный ботинок одному из клиентов стива макконнелла поручили разделить самый объемный метод унаследованной системы включающий более 12 тысяч строк приложив немалые усилия он смог уменьшить объем этого метода только примерно до 4000 строк одним из способов улучшения системы является повышение его модульности увеличение числа хорошо определенных и удачно названных методов успешно решающих от только одну задачу если обстоятельства заставляют вас пересмотреть фрагмент кода используйте эту возможность для проверки модульности методов содержащихся в каждом фрагменте если вам кажется что после разделения одного метода на несколько код станет яснее создайте дополнительные методы цикл слишком велик или слишком глубоко вложен в другие циклы подходящим кандидатом на преобразование в метод часто оказывается тело цикла это помогает лучше факторизовать код и снизить сложность цикла класс имеет плохую связность если класс имеет множество никак не связанных аспектов ответственности разбейте его на несколько классов так чтобы каждый из них получил связанный набор аспектов интерфейс класса не формирует согласованную абстракцию даже классы получившие при рождении связный интерфейс могут терять первоначальную согласованность в результате необдуманных изменений повышающих удобство использования класса за счет целостности его интерфейса интерфейс иногда становится монстром не поддающимся сопровождению и не улучшающим интеллектуально управляя интеллектуальную управляемость программы метод принимает слишком много параметров как правило хорошо факторизированные программы включают много небольших хорошо определенных методов не нуждающихся в большом числе параметров данный список длинный список параметров свидетельство того что абстракция формируемая интерфейсом метода неудачно отдельные части класса изменяются независимо от других частей частей класса иногда класс имеет две или более разных области ответственности если это так вы заметите что вы изменяете или одну часть класса или другую и лишь немногие изменения затрагивает обе части класса это признак того что класс следует разделить на несколько классов в соответствии с отдельными областями ответственности при изменении программы требуется параллельно изменять несколько классов стилу макону известен один проект в котором был составлен контрольный список где-то из 15 классов требующих изменения при добавлении нового вида выходных данных если вы уже в который раз изменяете один и тот же набор классов подумайте можно ли реорганизовать код этих классов так чтобы изменения затрагивали только один класс опыт говорит стиву макону что этого идеала достичь нелегко но стремиться к нему нужно вам приходится параллельно изменять несколько иерархий наследования если при создании каждого нового подкласса одного класса вам приходится создавать под класс другого класса вы имеете дело с особым видом параллельного изменения решайте эту проблему вам приходится параллельно изменять несколько блоков кейс самих по себе блоках кейс ничего плохого но если вы параллельно изменяете похоже блоки кейс нескольких частях программы спросите себя не лучше ли использовать наследование родственные элементы данных используемые вместе не организованы в классы если вы неоднократно используете один и тот же набор элементов данных рассмотрите целесообразность объединения этих данных и выполняемых над ними операций в отдельный класс метод использует больше элементов другого класса чем своего собственного это значит что метод нужно переместить в другой класс и вы вызывать из старого метода элементарный тип данных перегружен элементарные типы данных могут представлять бесконечное число сущности реального мира если вы собираетесь представить распространенную сужу сущность скажем денежную сумму целочисленным или другим элементарным типом данных подумайте не создать ли вместо этого простой класс money чтобы компилятор мог выполнять контроль типов объектов money дабы можно было проверять значения присваиваемые этим объектом и так далее если и money и температур будут представлены целыми числами компилятор не сможет предупредить вас об ошибочных операциях вида bank balance равно record low температур класс имеет слишком ограниченную функциональность иногда рефакторинг приводит к сокращению функциональности класса если класс не соответствует своему названию спросите себя не удалить ли его вообще распределив все аспекты его ответственности между другими классами по цепи методов передаются бродячие данные данные передаваемые в метод лишь затем чтобы он передал их другому методу называются бродячими это не всегда плохо но в любом случае спросите себя согласуется ли передача конкретных данных с абстракцией формируемой интерфейсом каждого из методов если с абстракциями интерфейсов порядок с передачей данных тоже все в норме если нет найдите способ позволяющий улучшить согласованность интерфейса каждого метода объект посредник ничего не делает если роль класса сводится к перенаправлению вызовов методов другие классы подумайте не устранить ли его и вызывать другие классы непосредственно один класс слишком много знает о другом классе инкапсуляция наверное самый эффективный способ улучшения интеллектуальной управляемости программ и минимизации волновых эффектов изменений кода увидев что один класс знает о другом больше больше чем следует постарайтесь сделать инкапсуляцию более строгой метод имеет неудачное имя если методу присвоено плохое имя измените определение метода исправьте все его вызовы и перекомпилируйте программу какой бы трудной эта задача не была сейчас потом она станет еще труднее поэтому обнаружив проблему устраните ее как можно быстрее данные члены сделаны открытыми Стиву Макконеу кажется что предоставление открытого доступа к данным членам не бывает разумным решением это стирает грани между интерфейсом и реализацией и неизбежно нарушает инкапсуляцию и ограничивает гибкость программы непременно подумайте над сокрытием открытых данных членов при помощи методов доступа подкласс использует только малую долю методов своих предков обычно такая ситуация возникает когда подкласс создается потому что базовый класс по чистой случайности содержит нужные ему методы а не потому что подкласс логически является потомком базового класса попробуйте достичь лучшей инкапсуляции изменив характер отношений между подклассом и базовым классом с является на содержит преобразуйте базовый класс в данные члены бывшего подкласса и откройте доступ только к тем методам бывшего подкласса которые по-настоящему нужны сложный код объясняется при помощи комментариев в важности комментариев трудно усомниться но их не следует использовать для объяснения плохого кода старая мудрость гласит не документируйте плохой код перепишите его код содержит глобальные переменные при пересмотре фрагмента в котором используются глобальные переменные изучите его получше возможно за время прошедшие с тех пор как вы изучали этот фрагмент вам пришел в голову способ устранения глобальных переменных за это время вы уже забыли кое-какие аспекты кода сейчас использование глобальных переменных может показаться вам довольно запутанным чтобы вы сочли нужным изобретение более ясного подхода возможно сейчас вы лучше представляете как изолировать глобальные переменные при помощи методов доступа и как пострадает программа если оставить все как есть соберитесь силами и внесите в код выгодные изменения написание первоначального кода ушло в достаточно далекое прошлое чтобы вы могли объективно отнестись к своей работе но не настолько далеко чтобы вы не смогли вспомнить все что нужно для внесения правильных исправлений ранние ревизии кода прекрасная возможность его улучшить перед вызовом метода выполняется подготовительный код после вызова метода выполняется код уборки подобный код должен вызывать у вас подозрения и так внимание на экран это пример кода подготовки к вызову метода и кода уборки сейчас вы видите код подготовки к вызову метода и что мы тут видим в самом внизу как мы видим есть метод процесс вызов выздоровал вот так вот перед вызовом этого метода идет подготовка то есть создается объект выздор и дальше устанавливается set customer иди set balance set amount и set date а теперь внимание еще раз на экран ну и так туда смотрите а это пример кода уборки это тоже дурной знак то есть после вызова метода процесс выздоровал мы выполняем вот типа такого кода то есть выполнилось какое-то действие и дальше мы присваиваем данные там customer id balance amount и date то есть скорее всего этот метод внутри что-то там в путь делал и и и и и и и и и короче изменить изменились возможно изменились customer id баланс ну и другие переменные похожий похожий признак плохого кода это наличие специального конструктора принимающего подмножество нормальных данных инициализации и нужного для написания вроде чего-нибудь вроде такого и так внимание на экран и так мы тут видим создается объект и в конструктор передается много параметров ну в данном случае четыре дальше вызывается у нового объекта метод ну и дальше объект этот удаляется натолкнувшись на код подготавливающий программу к вызову метода или восстанавливающий ее боеспособность после вызова спросите себя формирует ли интерфейс метода адекватную абстракцию в последнем примере список параметров метода процесс выздоровал возможно следовало бы изменить на вот так и внимание на экран здесь мы видим вызов метода который передается четыре параметра и все так все посмотрели тогда идем дальше заметьте что похожая проблема возникает и в обратном случае так если обычно есть объект выздоровал транзакшн то но в метод процесс выздоровал передается только несколько значений объекта вам следует продумать о рефакторинге интерфейса метода чтобы он принимал объект выздоровал транзакшн а не его отдельные поля и внимание на экран здесь мы видим вызов метода и в качестве параметров передается ну данные данные мы получаем последствием вызова функций у объекта висдравл или висдравл и все то же самое но немного изменен метод каждый из этих подходов может быть как верным так и неверным все зависит от того какую абстракцию формирует интерфейс метода процесс висдравл если абстракция подразумевает что метод ожидает четыре отдельных элемента данных используйте один подход если метод ожидает сразу весь объект висдравл транзакшн выберите другой программа содержит код который может когда-нибудь понадобиться программисты очень плохо угадывают какая функциональность может потребоваться позднее проектирование впрок связано со многими предсказуемыми проблемами описанными ниже проблема 1 требования к коду проектируемому впрок не разрабатывается в полном объеме поэтому программист скорее всего не угадает эти будущие требования код написанный в расчете на будущее в итоге придется выбросить проблема 2 если догадка программиста по поводу будущих требований близко к истине он все же не сможет предвосхитить все их тонкости эти тонкости опровергнут исходные предпосылки проектирования и проект разработанный в расчете на будущее также придется выбросить проблема 3 программисты использующие код который в свое время был спроектирован в прок не знает об этом или предполагают что код лучше чем есть на самом деле они думают что этот код написан протестирован и подвергнут обзору с той же тщательностью что и остальной они могут потратить много времени на создание кода использующего спроектированные в прок только для того чтобы обнаружить в итоге что спроектированные в прок на самом деле не работает проблема 4 дополнительный код проектируемый в прок создает дополнительную сложность что и приводит к дополнительному тестированию исправлению дефектов и так далее и в результате это результат замедления работы над проектом мнение экспертов по этому поводу однозначно если вы хотите наилучшим образом подготовиться к будущим требованиям не пишите гипотетически нужный код а уделите повышенное внимание ясности и понятности кода который нужен прямо сейчас чтобы будущие программисты знали что он делает чего не делает и могли быстро и правильно изменить его и контрольный список по 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 почему это контрольный список так секунду по разумным причинам введения рефакторинга и так контрольный список разумные причины выполнения рефакторинга код повторяется метод слишком велик цикл слишком велик или слишком глубоко вложен в другие циклы. Класс имеет плохую связность. Интерфейс класса не формирует согласованную абстракцию. Метод принимает слишком много параметров. Отдельные части класса изменяются независимо от других частей. При изменении программы требуется параллельно изменять несколько классов. Вам приходится параллельно изменять несколько иерархий наследования. Вам приходится параллельно изменять несколько блоков кейс. Родственные элементы данных, используемые вместе, не организованы в классы. Метод использует больше элементов другого класса, чем своего собственного. Элементарный тип данных перегружен. Класс имеет слишком ограниченную функциональность. По цепи методов передаются бродячие данные. Объект-посредник ничего не делает. Один класс слишком много знает о другом классе. Метод имеет неудачное имя. Данные члены сделаны открытые. Открытыми. Подкласс использует только малую долю методов своих предков. Сложный код объясняется при помощи комментариев. Код содержит глобальные переменные. Перед вызовом метода выполняется подготовительный код. После вызова метода выполняется код уборки. Программа содержит код, который может когда-нибудь понадобиться. Когда не следует выполнять рефакторинг. Значение слова рефакторинг довольно размыто. Так называют исправление дефектов, реализацию новой функциональности, модификацию проекта. Это по сути любое изменение кода. Это неуместно. Целенаправленный процесс изменений может быть эффективной стратегией, обеспечивающей постепенное повышение качества программы при ее сопровождении и предотвращающей всем известную смертельную спираль энтропии программного обеспечения. Но само по себе изменение достоинств не имеет. Думаю, на сегодня все. Буду стараться делать видео не часовые, а так 20-40 минут. Ну, все будет зависеть от того, сколько будет занимать чтение главы, чтобы не прерываться. Потому что всю главу читать это минимум час. Это самый-самый минимум. Поэтому на сегодня все. Если вот такой вид, точнее вот такой рефакторинг стиля подачи информации лучше, чем предыдущий, то залайкайте, чтобы я четко видел по количеству лайков. Возможно, даже напишите комментарий, если не сложно. То я увижу, о, да, значит, идем в верном направлении. Потому что во всем нужен опыт, в том числе и в таком виде подачи информации. Вот так вот. Поэтому под этим видео попросил бы написать комментарий, либо залайкать, если все идет хорошо. Если все идет плохо, подача информации еще хуже, чем была, то тогда, че уж тут кривить душой, дизлайкайте. Ну, а теперь все. Следующий раз продолжим с такой подглавы, которая называется «Отдельные виды рефакторинга». Ну, теперь точно все. Спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.